Вслед за Красным Оксином. Чем живёт село сегодня и каковы перспективы развития? Глава региона посетил один из старейших населённых пунктов. Получать государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна смогут жители Амдрамы, Неси, Омы и не только. В округе расширяется сеть многоконнациональных центров. Миноборнауки поручила колледжам и техникумам продлить приём абитуриентов, прибывших из Украины. Рекомендации по зачислению разошлись по всей регионы страны, в том числе и в Ненецкий округ. Рабочие поездки Игоря Кошина по населённым пунктам округа продолжаются. После Красного глава региона посетил Оксино. В одном из старейших печёрских сёл он побывал в основных учреждениях и на знаменитой ферме. Рабочую поездку в Оксино делегация под руководством главы региона начала с гордости и градообразующего предприятия «Колхоза Победа». Небольшая старенькая ферма, 60 голов породистых коров и около 30 работников. Объёмы продукции по меркам СПК вполне приличные. Более 15 тонн сметаны, 20 тонн творога и 2,5 тонны сливочного масла. Продукция в селе долго не задерживается и сбывается уже определившимся партнёром. На ферме имеется упаковочный аппарат, чтобы продавать в город не сырьё, а готовую продукцию – расфасованное молоко. Но его негде разместить, поэтому сегодня нет возможности наращивать объёмы производства. Нужна СПК и долгосрочная программа, в которой будет всё прописано по пунктам. Сколько произвести молока, например, через три года, кто его будет покупать и по какой стоимости. После фермы заглянули в частные хозяйства. Огородники говорят, урожай в этом году не такой обильный, как в прошлом. Но есть чем похвастать. Крупные розовые клубни так и просились в руки гостей. Шутка ли вырастить такой картофель в Заполярье? Я ещё только второй день собираю. Вчера 11 ведер сняла, сегодня не знаю, сколько ведер. 15, может, нет. Говорили, что в прошлом году 100 ведер собрали. Больше 100 ведер. В этом году будет меньше? Может быть, поменьше. Я говорю, там левистика, левистика. Трудовые будут. Далее учреждения. Участковая больница, строящийся двухэтажный музейно-библиотечный комплекс «Школа». Новое здание на 100 мест начнут строить, как только разберутся с ФОКом. Его планируют сдать в следующем году. За основу зданий взяты успешные проекты в сёлах Красное и Коткино, где население также нуждалось в современных конструкциях. Социальная защита наших детей выглядит очень мощно. Это бесплатное пятиразовое питание фактически всех учащихся. Это поддержка, создание, придание интернату статуса не просто пришкольного, но и интерната с приходящим контингентом детей. То есть там, где плохо в семье в какой-то момент, то мы можем принимать детей даже с мамой. В детском саду за здоровье и жизнь детей беспокоиться не приходится. В здании провели капремонт, поменяли окна и обшили снаружи. Закончил экскурсию по селу встречи делегации с населением. Игорь Кошин дал оценку увиденному и поблагодарил за тёплый приём. В завершении встречи Игорь Кошин заверил, что для развития посёлка администрация сделает всё возможное. Остальное решат трудолюбие и большое желание населения. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Сеть многофункциональных центров продолжает расширяться. В скором времени они появятся ещё в шести населённых пунктах региона. Получать государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна смогут жители Амдер, Минеси, Омы, Нижний Пёше, Харивера и Харуты. Об этом сегодня сообщили на заседании комиссии по проведению административной реформы в Ненецком округе. Напомню, первые удалённые рабочие места многофункционального центра появились в Нельмином Носе, Великовисочном, Оксино и Красном. Сейчас руководство МФЦ готовит все необходимые документы, чтобы подобные пункты запустить ещё в шести деревнях и сёлах. Статистика показывает, жители региона всё чаще стали пользоваться услугами, которые оказывают в центре по принципу одного окна. Это не только экономит время, но и просто удобно. Количество предоставляемых услуг также растёт. На сегодняшний день учреждением оказывается 138 услуг, государственных, муниципальных и федеральных, и плюс услуга по выключению универсальной электронной карты. В 2014 году планируется заключение ещё 12 соглашений и расширение, как следствие, перечня услуг. Руководитель регионального МФЦ на комиссии сообщил, если до конца текущего года новые пункты будут открыты, то они выполнят показатели, которые предусмотрены в майских указах президента. То есть их услугами смогут пользоваться почти 91% от всего населения субъекта. Миноборнауки рекомендовала колледжам и техникумам продлить приём абитуриентов, прибывших из Украины. Об этом сообщает российская газета. Министерство уже разослало во все регионы страны рекомендации по приёму, где подробно написано, как зачислять тех, кто не имеет возможности предоставить оригиналы аттестатов, документы о гражданстве, а также удостоверение личности. К примеру, если у поступающего нет при себе документа об окончании 9 классов, а он хочет учиться в программе среднего профобразования, возможно два варианта – повторное обучение в 9 классе или сдача ГИА до 30 сентября. А если нет при себе аттестата об окончании 11 классов, то потенциальному абитуриенту могут предложить пойти в 11 класс или сдать ЕГЭ экстерном. Если, допустим, человек имеет при себе зачётную книжку, студенческий билет или справку об успеваемости, в этом случае по итогам аттестации его могут принять на программу среднего профобразования, но к концу года или к окончанию учёбы всё же попросят предоставить аттестаты школы. Как проводить аттестацию? В виде тестов, собеседования или экзамена решает сама образовательная организация. Поступить на учебу в колледж или техникум на программу среднего профобразования можно без свидетельства о рождении или паспорта, но в течение трёх месяцев с момента зачисления копию какого-либо из документов предоставить придётся. Оставайтесь с нами, и вот о чём пойдёт речь сразу после рекламы. Энергия ветра в помощь оленеводам. На одной из тундровых стоянок оленеводческих бригад испытали альтернативный источник энергоснабжения – мобильный ветрогенератор. Разработчики устройства лично приехали в Наринмар, чтобы учесть все нюансы его эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Спортивный тайм-аут в регионе уверенно подходит к концу. Атлеты начинают готовиться к победам, тренеры набирают новых спортсменов. Ковать свои победы те и другие будут в соответствующих условиях. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живём. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Первомайская, 7А, 8-911-591-44-44. Осень, она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере от Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север». Радио Нарьенмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов – супер-предложение. Подробности по телефону 2-17-17. Драгоценные жители Нарьенмара, ювелирные гурманы и большие ценители изысканной роскоши. С радостью сообщаем вам о том, что 13 сентября распахнет двери ювелирный бутик «Фионит». Вас ждут новый интерьер, новая коллекция, новое знакомство с таинственным миром ювелирных украшений. Подарки и угощения всем покупателям. «Фионит» на Смедовиче-18 приглашает. Желаете новую мебель? Мечтаете об эксклюзивном дизайне? Ищите, где же ее заказать? Так это ж очевидно, поскольку в Клевере опытные дизайнеры и летние скидки. Следовательно, мебель лучше заказать именно там. Мебель в классике или модерне, с витражом или фотопечатью. В Клевере вы сможете с легкостью выбрать материалы для вашей мебели из огромного ассортимента и наслаждаться полученным результатом. Звоните нам прямо сейчас. 8-911-590-5464 В СПК ЕРФ нашли способ, как полностью решить проблему оленеводов с электричеством. Поможет им в этом ветер. Наряду с традиционными источниками энергоснабжения в СПК будут использовать мобильные ветрогенераторы. Основное отличие от других подобных устройств – легкость транспортировки. Подробности у Закира Вафина. Электрогенераторы, которые сейчас используют оленеводы, потребляют много топлива и требуют немалых затрат на транспортировку в места проживания кочевников. Найти альтернативный источник энергоснабжения, который будет легко перемещаться в условиях тундры, решили в СПК ЕРФ. Провели мониторинг компаний и остановились на российской разработке ветрогенераторов с вертикальной осью вращения. Устройство способно вырабатывать энергию до 1 кВт, что позволит использовать электричество на различные нужды. Например, смотреть телевизор. Чтобы учесть все нюансы использования ветрогенераторов в условиях Крайнего Севера, в округ приехал представитель компании-разработчика. Я приехал сюда, поскольку мы отправили, но это разработка в самом деле, еще есть недоработки в ней. Мы поэтому прилетели сюда, чтобы посмотреть, какие условия есть настоящие, чтобы жить эти условия и знать, как чего сделать. Не просто там сидеть и думать, по-моему, так или так. Разработать для них, для оленеводов именно маленький, маломощный ветрогенератор, который мобильный. Полностью конструкция представляет собой ветрогенератор, установленный на волокуши, который тянут за собой олень или буран. Опытный образец сейчас используют на одной из тундровых стоянок оленеводческих бригад. Проходят испытания. И вот в частности в нашем хозяйстве эта остановка испытывается, дорабатывается с тем, чтобы уже опробованный окончательный вариант этой ветроэлектроустановки потом можно было внедрять не только, допустим, в нашем хозяйстве, но и в других. Уже этой зимой в СПК ЕРФ планируют начать активное использование мобильных ветрогенераторов. Впрочем, полного отказа от генераторов на топливе не будет. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. К другим темам. Спортивный тайм-аут в регионе уверенно подходит к концу. Атлеты начинают готовиться к победам, тренеры набирают новых спортсменов. Как правило, чтобы достичь высот, тренироваться нужно упорно и, конечно же, в соответствующих условиях. Как раз в Наринмаре с этим проблем нет. За лето спортивные комплексы отремонтировали и оборудовали современным инвентарем. В этом лично убедился мой коллега Олег Катанзейский. Вслед за учебным в регионе стартует год спортивный. Где еще это так важно, как не в Наринмаре? Ведь именно наш город да и округ в целом славятся мощными и сильными атлетами. Только в этом зале выросло несколько чемпионов мира по боевому искусству. Только мне до них еще далековато. И хотя ремонт спорткомплекса «Старт» уже завершен, зал единоборств до сих пор пустует. Но это временно. До нового сезона считанные дни. Чтобы воспитанники познавали восточные боевые искусства в комфортных условиях, за лето здесь обновили помещение. Покрасили стены, заменили освещение на более яркое. А самое главное – установили оконные рамы, которых не было никогда. Так потребовал Роспотребнадзор. А сколько всего было потрачено денег на ремонт вот этого спорткомплекса? Ну, так, пределы около 200 тысяч. Это много, это мало? Не, не, ну это нормально. Хотя первоначально смета была на окна почти 400 тысяч, но, как я сказал, что бюджетных денег таких у нас не было. Небюджетная денежка-то была. Мы договорились с предпринимателями, которые сумели нам, сказать, пойти на встречу и уменьшить почти в два раза расходы на вводо, эксплуатацию этого здания и вводо, эксплуатацию этих окон. А вот сегодня, 2 сентября, уже спорткомплекс полностью готов принимать воспитанников? Ну, в принципе, у меня все спортивные объекты готовы принять детей к новому учебному году. В частности, игровой зал в порядке, мы сейчас пойдем посмотрим. Этот зал единоборца, как видите, мы уже татами разложили. Тоже все в порядке. Преподаватели, тренера-преподаватели в настоящее время ездят по школам, набирают детей для проведения спортивных занятий с детьми. В игровом зале изменение всего одно, но оно заметно с первого взгляда. В буквальном смысле слова в помещении стало ярче благодаря новым световым лампам. Так что зал уже готов к приему атлетов. Вот здесь какими видами спорта можно заниматься? Здесь в основном игровые виды спорта. Вот щиты баскетбольные, баскетбол, большой теннис и волейбол. Три вида игровых видов. А вот что за покрытие такое интересное? Это великолепное покрытие. Раньше, когда мы получили этот зал, здесь было деревянное покрытие. Ежегодно на деревянное покрытие я тратил 80 тысяч для проведения косметического ремонта. К слову, этому покрытию уже почти 7 лет, но оно все как новенькое. Вот что значит качество, шутит директор спортивного заведения. Впрочем, спортивные успехи зависят не только от качества инвентаря и оборудования, но и от опыта тренера, подметил Владимир Паневник. А его показало время у местных педагогов хоть отбавляй. В спортивной сфере нуждаются ли спортивная сфера в новых специалистах молодых? Ну, в специалистах всю жизнь всегда нуждаются. Это вопрос такой, но особенности, допустим, на севере, их не хватает, не то, что их недостаточно, а то, что для того, чтобы пригласить специалистов, нужно дать жилье. Это весь вопрос жилья. Так бы приезжали хорошие специалисты. Хотя я считаю, что в детской спортивной школе старты у меня нормальные, хорошие, сильные специалисты, которые выращивают мастеров спорта, даже мастеров спорта международного класса. В преддверии нового спортивного сезона тренеры сейчас ведут набор детей на различные секции. Ребенка можно отдать и на футбол, и на боевые искусства, и даже на большой теннис. В общем, что по душе. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И мы снова прервемся на короткую рекламу. Сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Танцы, клубы, рукоделие, дизайн-студия и эстетическая гимназия для малышей. В культурно-деловом центре Арктика прошел день открытых дверей. В каждой творческой студии и кружке ждут новичков. Для всех найдется занятие по душе. Красота – первый шаг к счастью. Сделайте его навстречу с салоном красоты «Парадис». Для вас процедуры по уходу за кожей лица и тела. Профессиональная косметика. Большой спектр косметологических и эстетических услуг. Консультации бесплатно. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Желаете новую мебель? Мечтаете об эксклюзивном дизайне? Ищите, где же ее заказать? Так это ж очевидно! Поскольку в Клевере опытные дизайнеры и летние скидки. Следовательно, мебель лучше заказать именно там. Мебель в классике или модерне? С витражом или фотопечатью? В Клевере вы сможете с легкостью выбрать материалы для вашей мебели из огромного ассортимента и наслаждаться полученным результатом. Звоните нам прямо сейчас. 8-911-590-5464 Боулинг-клуб «Страйк» приглашает провести незабываемый отдых всей семьей. Бильярд, боулинг, аэрохоккей, баскетбол, экзофильмы 6D. Боулинг-клуб «Страйк». Первомайская 7А. Телефон 4-64-46. Искусство для каждого. В культурно-деловом центре Арктика прошел День открытых дверей. Выбрать себе занятие по душе мог любой желающий. А для тех, кто так и не смог определиться, хорошая новость. Набор в кружке и студии продлится до конца сентября. Подробности в нашем следующем сюжете. Каждый год на День открытых дверей в КДЦ придумывают что-то новое. В этом году изюминкой стала презентация, транслируемая на новые светодиодные экраны. На них показали все коллективы, давая возможность гостям познакомиться с их творчеством. Сегодня в культурно-деловом центре работают более 10 танцевальных и вокальных групп. Вот уже пятый год подряд культурно-деловой центр объявляет набор в коллективы. И сегодня мы, не нарушая традицию, вновь набираем новых, так сказать, жителей, наверное, в наш дом, который носит такое красивое название, как культурно-деловой центр. После знакомства со всеми коллективами, каждый желающий мог задать интересующие вопросы о репертуаре творческих групп. Здесь занятия по душе может найти каждый. Танцы, клубы-рукоделия, дизайн-студия, эстетическая гимназия для малышей. Любители вокала уже ждут педагоги с многолетним опытом. Самый богатый инструмент – это человеческий голос. А для того, чтобы им овладеть, это нужно заниматься годами, десятилетиями, я бы сказал, до конца своих дней. И многие, кто не изменяет этому, добиваются колоссальных успехов. Приверженцы танцевального искусства тоже имеют большой выбор. Для них направление от бальных танцев для самых маленьких до современных. Например, в шоу-тайм юноши и девушки учатся работать в команде, без чего не станцевать хип-хоп или брейк-данс. Современные танцы, они именно идут как в группе, вот именно хип-хоп и брейк-данс, потому что везде нужно чувствовать поддержки. Ну, так же, как в бальных, ты же не можешь бальные танцы танцевать один. Как бы индивидуально с тобой можно позаниматься, но это будет все равно не то. Так же в современных танцах можно дать какую-то базу одному человеку, но чтобы это полноценно смотрелось как танец, нужно обводить команды. Набор в творческие группы идет в течение сентября. Коллективы с радостью примут вас, и вы сможете развивать в себе творческие способности. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич.